Друзья, всем привет из солнечной Испании. Сегодня я хотел бы поговорить на одну такую тему, которая, наверное, многих бы заинтересовала. Я думаю, это тема, как снять немецкий автомобиль, то есть автомобиль, зарегистрированный в Германии с учета онлайн. Я расскажу, как это было лично на моем опыте, как я это сделал. Так, небольшая презистория, для чего это нужно. Многие зададут вопрос, если ты находишься в Германии, можешь пойти и сам снять. Но не всегда предоставляется это возможно. В моем конкретном случае я уехал жить из Германии в Испанию на своем автомобиле. Я не хотел его заранее снимать с учета и получать вот эти временные номера, потому что я не знал, как быстро я смогу его поставить в Испании на учет. Поэтому поехал уже на немецких номерах с немецкой страховой страховкой и так далее. В общем-то, поставив здесь на учет, я уже после того, как получил испанские номера, смог снять свой автомобиль с учета онлайн. Не ездя в Германию, хотя я переживал, что мне придется ехать в Германию по той или иной причине, что не получится. Но все-таки способ есть. Сейчас я вам его расскажу. Это будет даже интересно не только тем, кто уехал из Германии и хочет снять с учета свой автомобиль. Может быть, просто вам лень ехать в Цула-Сумштейле или у вас недостаточно хороший немецкий. И можете, сидя из дома, снять свой автомобиль с учета. В общем-то, ситуация такая. Конкретно мой пример, он работает. Все нормально. Смотрите, приехав в Испанию, я какое-то время, еще месяца два, пока подготавливал документы какие-то, ездил на немецких номерах, на немецкой регистрации. Это законно, это возможно. Ну и когда пришло время мне уже ставить на учет испанские в свою машину, я начал задумываться, как же мне быть в этой ситуации. Ребята, которые ставили мне на учет, говорят, ну типа не проблема, типа мы сейчас поставим на учет, потом тебе надо будет поехать в полицию, какие-то документы взять, с этими документами поехать в Германию и тебе там снимут без проблем с учета. Опять же, поискав там какую-то информацию в интернете, я нашел другой способ, может быть, он всем давно известен. Но, тем не менее, я решил записать. В общем-то, берете маленький бриф, его можно взять заранее, перед тем, как ты сдал на постановку на учет машины в Испании. Именно на маленьком брифе, не на большом, как ни странно, да, как бы я изначально подумал. Есть вот эта золотинка, сейчас, скорее всего, где-нибудь здесь или здесь она высветится, которую нужно стереть. Под ней есть код, специальный код, который нам понадобится при снятии с учета машины. И немецкие номера. Передний и задний, на них есть такие зеленые наклейки. Вот, их нужно будет аккуратно, можно содрать. Они там, в принципе, легко сдираются и так же легко клеятся. И, в целом, незаметно, именно на моих номерах было незаметно, что я их и отклеивал. Вот, вот, это единственное, что нам понадобится. Начинаем. Сейчас я вот даже включу запись экрана, и мы вместе с вами это проделаем. И будет вам все понятно, как это делается. Так, вот, допустим, так, раз, два, три. Включаем запись экрана. Все, вроде бы, запись пошла. Все нормально. Заходим мы на сайт kfc.abmelden.online. Вот. На главной странице у нас есть вся информация. Здесь тоже есть видео, как это сделать. Кто, допустим, не знает немецкий язык, есть функция, да, каждый знает, кроме перевода на русский язык, вы можете все это прочитать спокойненько и разобраться в этом. И вот здесь будет такая кнопка «Снять машину с чего-то онлайн». Все, вот. Мы ее нажимаем. И здесь погнали. Первое, что вам понадобится, это номер вашего автомобиля. Например, в моем случае это был такой номер. Вашем это ваш номер. Вы вбиваете его, нажимаете «Далее». Здесь он спрашивает вас, был ли ваш автомобиль поставлен на учет до 2015 года, да, по-моему. Было ли транспортное средство последний раз зарегистрировано или перерегистрировано после 1 января 2015 года. То есть, эта функция возможна только если вы поставили на учет свой автомобиль, видимо, после 2015 года. Не впервые он был зарегистрирован, может быть, это старый даже автомобиль, но на учет вы, допустим, в 2016 поставили, на себя оформили. Тогда вы можете проделать это все спокойно. Здесь вы нажимаете «Я», «Вайта». В данном случае вы выбираете, какой у вас автомобиль. Там, ЛКВ, мопед там или... Ну, в нашем случае, конечно же, это ЛКВ, легковой автомобиль. Здесь вы нажимаете «Далее» и смотрим, что же здесь у нас. Я уже подзабыл немного. Хотите зарезервировать номерной знак? Если вы хотите, чтобы ваш номер, допустим, у вас есть хороший номер, который вы хотели бы оставить, вы резервируете его, нажимаете «Да» или «Нет». Мне он был уже более не нужен, поэтому я нажал «Найм» и «Дальше». Теперь 17-значный код – это ВИМ-код вашего автомобиля. Ну, в моем случае, да, он уже вбит. Все. Нажимаете также «Далее». И здесь у нас... Вот, он как раз пишет. Код безопасности, часть 1 транспортного средства. Право на транспортное средство. Часть 1 – это именно маленький бриф. Небольшой, не путайте, потому что на большом брифе тоже есть. Клейка вот, видите, вот так вот ее можно стереть. Вот здесь вот все видно прекрасно. Монетка. И здесь будет код. Все, вы его вставляете. И... Так, давайте мы на немецкий переведем, чтобы он там не парился. И нажимаете «Далее». Да, и «Хабель». Все. Здесь мы нажимаем код первого номерного знака. То есть, вы с машины... Здесь написано вот, что прям надо ножичком, да, вот нарисовано. Вот такую наклейку с номерного знака номер 1 ставите верхнюю часть. И заднего номерного знака ставите в нижнюю часть. Вот примерно будет выглядеть. И так он трехзначный. Там могут быть цифры, буквы. И так далее. Так, и далее. Все. Здесь он вам пишет, вот, проверьте, все ли так, как нужно. Вы проверяете. И все, специально, да, оплачиваете это все. 35 евро эта вся услуга стоит. Так, на этом я, наверное, сейчас остановлю запись. Все, вы оплачиваете 35 евро и ждете буквально. В моем случае прошло где-то, наверное, часа два. И мне пришло уведомление, оказывается, что я неправильно ввел какую-то цифру. Он мне дает возможность это исправить. Они мне написали прям письмо, что при проверке там в каком-то, в какой-то здесь области я, короче, неправильно написал. А вот здесь вот в этом техпаспорте я допустил ошибку. Одну букву неправильно написал. С большой буквы или с маленькой. Это имеет значение. Очень важно писать. Если с большой буквы буква, значит, надо писать большой. Если с маленькой, маленькую. Все. Я исправил. Он мне присылает письмо. Я захожу. Исправляю эту букву. Отправляем заново. Проходит еще минут 40 или час. И мне приходит уже ответ, что все. Ваш автомобиль снят с учета. Именно приходит с моего Цуласунга. Я вот жил. У нас край с Майсом назывался. И с Майсом мне пришло письмо, что ваш автомобиль снят с учета. Все. После этого у меня автоматически снялась страховка. Я зашел в личный кабинет на следующий день страховой компании. Страховки там уже не было. Это делается автоматически. В моем случае, опять же. И через какое-то время мне пришел перерасчет за налог, который я оплатил за автомобиль. Мне вернулся на мою немецкую карту оставшийся налог за автомобиль. Поэтому номера никуда не надо отсылать. Номера остаются у вас. Они, в принципе, уже никому не нужны. Они не имеют никакой юридической силы. Можете положить их на полочку или повешать на стенку. Неважно. Вот. В общем, такая несложная процедура. Никуда не надо ехать. Можно просто сидя дома сделать это все онлайн. Так что, если кому-то пригодилось это, поставьте лайк. Разошлите друзьям. Может быть, тоже кому-то это будет необходимо сделать. Вот так вот, друзья. Спасибо за просмотр. Пользуйтесь инструкцией. Все ссылки на сайт я оставлю под описанием к видео. Так что, все, давайте. Всем пока.